Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Клеева Дарья Фёдоровна, аспирант первого года обучения, аспирантской школы по психологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, научный руководитель Алексей Асачий. Дарья Клеева, сотрудник Центра биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики, окончила Санкт-Петербургский государственный университет со специализацией когнитивное исследование, затем магистратуру по психологии международной программы Высшей школы экономики, когнитивной науки и технологии от нейрона к познанию. В настоящее время Дарья Клеева ведет исследования по оценке функциональной связности на основе данных магнита и электроэнцефалографии и функционирования мозга при обработке висцеральных сигналов во время сна с применением магнита энцефалографии. Она, автор научных публикаций в отечественных и зарубежных периодических изданиях, ведет преподавательскую деятельность и выступает с научно-популярными лекциями по нейронауке, психологии и искусственному интеллекту в рамках проектов «Сириус». Дарья Клеева в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Дарья. Сегодня у нас речь пойдет о том, как современная биомедицинская наука использует фундаментальное свойство нервной ткани, а именно способность возбуждаться под воздействием электрического импульса. Исследования утеных оказались настолько успешными, что с этого года западные некоторые медицинские страховые компании стали включать в свои программы терапию нейростимуляции. Пожалуйста, нейростимуляция в медицине и в повседневной жизни. Дарья, вам слово. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Начнем. В сегодняшнем разговоре я коснусь современных методов нейростимуляции, немного поговорю о механизмах воздействия на мозг, которые обуславливают их эффекты. Мы обсудим применение в медицине, а также в повседневной жизни. И, конечно же, в конце поговорим о последних технических разработках и о возможных перспективах. На самом деле началось все достаточно давно. Еще в первом-втором веке нашей эры древнеримский врач Скребони Ларк использовал электрических скатов для облегчения мигрени и симптомов подагры. Скаты помещались либо на голову страдающего человека, либо пациенту предлагали стоять на нем. И все это обуславливалось тем, что у скатов есть парные электрические органы, которые отсылают разряды с достаточно высокой интенсивностью. И этот метод претерпел соответствующие изменения. И сейчас мы уже можем видеть это в современных технических разработках. Разделить существующие методы можно на неинвазивные и инвазивные. Неинвазивные методы предполагают, что мы стимулируем мозг, не внедряясь под черепную коробку. И в этом смысле стимулировать можно электрическим полем или магнитным. Классический пример, который много раз артикулировался как в кино, так и в литературе, это электросудорожная терапия, предполагающая, что у пациента вызывают электросудорожный припадок с помощью стимуляции электричества. Применялось это для разных целей еще в 30-е годы XX века. И среди побочных эффектов можно отметить кратковременную потерю памяти, головную боль, тошноту, изменение в давлении и частоте сердечных сокращений. Подобный метод окружен многочисленными мифами, поскольку изначально он применялся достаточно нещадящим образом. Но сейчас пациентам предлагают использовать миорелаксанты и прочие методы анестезии. Так что пациент даже может ничего и не испытывать. Сама процедура выглядит достаточно спокойно, и многие пациенты удивляются, неужели это все, что нам требовалось пережить в контексте того, что иногда риски не так сильно преувеличиваются по сравнению с потенциальной пользой. И под возможным механизмом действия следует отметить, что это можно сравнить с некой перезагрузкой мозга. Хотя, с другой стороны, конечно же, возникают вопросы у тех людей, которые страдают, например, эпилепсией, их приступы, почему не оказывают такого положительного воздействия на функционирование мозга. Но есть предположение, что вот этот генерализованный приступ, он изменяет обмен веществ, идет приток крови к тем областям, в которых идет вот этот вот фронт припадка, и это вызывает соответствующие изменения. Также есть предположение, что нарушается гемотенцифалический барьер. Это система, которая разделяет кровеносную систему и центральную нервную систему. И это приводит к тому, что выделяются специфичные нейромедиаторы, которые также могут влиять на функционирование мозга. И третий аспект был обнаружен в исследованиях с животными, что такая электростимуляция может приводить даже к изменениям в экспрессии некоторых генов, в частности, тех, которые обуславливают рост нейронов. То есть какие-то корреляты есть, и это польза... Но все может быть гораздо сложнее, на самом деле, и опосредованно очень многими факторами. Да, я абсолютно согласна. И вообще вот о всех методах, о которых я буду говорить, можно сказать, что точно механизмы до сих пор неизвестно, почему этот эффект настолько универсален для разных расстройств, почему так происходит, это еще необходимый... Ну, то есть феноменологически просто... Да, да, мы просто имеем некий продукт, и вот с этим работаем. Ну, в принципе, мне кажется, что в любом медицинском подходе была так или иначе такая стадия, да, которую нужно вот так было проходить. Но сейчас развиваются более щадящие методы, среди них транскраниальная магнитная стимуляция. В этом случае берется катушка, как вы видите, на изображение, и посылается краткий электрический импульс. Этот импульс индуцирует появление магнитного поля в катушке, которое затем вызывает уже вторичный ток в мозге. И вот этот вторичный ток вызывает локальную деполяризацию в районе интересующих нас нейронов. И это приводит к тому, что в нейронах возникает так называемый потенциал действия, который затем распространяется вдоль аксона от одного нейрона к другому. Это обеспечивает переход сигнала от одного нейрона к другому, то есть создание синаптических связей так называемых. И можно сказать, бросаясь такими громкими словами, что вот транскраниальная магнитная стимуляция обеспечивает некую нейропластичность. Почему, опять же, это действует? Скорее всего, здесь могут быть вовлечены процессы так называемой долговременной потенциации. Предполагается, что если достаточно часто и достаточно много стимулировать первый нейрон, то есть прессинаптический нейрон, то во втором нейроне будет облегчаться прием этого сигнала за счет вовлеченности дополнительных рецепторов. И это будет укреплять связь между этой группой нейронов. Если же напротив подавлять пересылку этого сигнала, то, опять же, соответствующий рецептор наоборот уже не будет функционировать, не будет так сильно принимать сигнал, и связь будет ослабляться. Возникает вопрос, можем ли мы с помощью стимуляции только возбуждать кору, или мы можем подавлять действия каких-либо нейронов? Как выяснилось, можно делать и так, и так, в зависимости от частоты стимуляции. Здесь не совсем линейная история. Допустим, если я буду стимулировать кору с частотой 1 Гц, то это будет оказывать тормозящий эффект на стимулируемую зону. А если я буду стимулировать с более высокой частотой, например, 10 Гц, то это будет возбуждать кору. А если я, например, буду брать пачки пульсов и, например, размещать их вот так, континуально, то это может, опять же, вызывать тормозящий эффект. А если же я буду их разрешать более высокими, более широкими временными промежутками, это будет возбуждать кору, возможно, даже сильнее, как было показано в некоторых исследованиях, чем вот такая вот континуальная стимуляция на частоте 10 Гц. То есть протоколов стимуляции очень много, очень много зависит от того, какую область стимулируешь, и вот это можно модифицировать и достаточно гибко использовать. Другая история — это транскраниальная стимуляция с помощью электричества. Этот метод менее точен, чем транскраниальная магнитная стимуляция в пространственном смысле, поскольку там мы такой достаточно четкий импульс отправляем в какую-то конкретную точку, а здесь у нас есть два губчатых электрода, соответственно, анод и катод, которые вот просто обуславливают некий прохождение тока. Да, некое более общее прохождение тока. И сама стимуляция достаточно низкая по интенсивности, 1-2 микроампера. И здесь важно отметить, что воздействие на нейроны уже не такое прямое, оно вероятностное. То есть электрическая стимуляция, она изменяет на мембранном уровне нейроны содержание соответствующих ионов и слегка повышает или понижает пороги деполяризации. И относительно этих порогов меняется вероятность того, что вот какие-то нейроны возбудятся, а какие-то нейроны затормозятся. То есть мы не можем сказать, что вот это такое конкретное детерминированное воздействие, это скорее влияние на спонтанную активность мозга, это создание почвы для того, чтобы мозг с какой-то вероятностью был более возбужден или менее возбужден. И да, как я сказала, у нас есть анод и катод. И в зависимости от того, какой из этих электродов основной, у нас может быть либо возбуждающий эффект, как в случае с анодальной стимуляцией, либо тормозящий эффект, как в случае со стимуляцией с помощью катода. Мы поговорили о неинвазивной стимуляции. И перейдем тогда уже к инвазивной истории. В этом смысле распространена так называемая deep brain stimulation, глубокая стимуляция мозга. Тоже метод с длинной историей и достаточно успешной историей. В рамках этого метода в человеку помещается нейростимулятор, по аналогии с кардиостимулятором. И этот стимулятор отправляет соответствующий сигнал по проволоке к электродам, которые располагаются уже достаточно глубоко в мозге. И это такое точечное воздействие на специфичные структуры. И этот электрод или группа электродов, они могут внедряться на перманентной основе. То есть в предыдущем случае, в случае с неинвазивными методами, мы предполагаем, что пациент приходит в рамках нескольких сессий, проходит это лечение, и у него некоторые долгоиграющие эффекты сохраняются. А здесь предполагают, что стимуляция может быть относительно регулярной и постоянной в течение жизни или лет. Другие варианты инвазивной стимуляции – это стимуляция спинного мозга, она используется для облегчения болей. Стимуляция периферических нервов, то есть тех нервов, которые отходят от спинного мозга. И стимуляция блуждающего нерва, это черепной нерв, который отходит от черепа к брюшной полости, он нервирует шею, брюшную полость и так далее. И вот эта история, она больше про подавление боли, но когда я буду обсуждать клиническую картину, я этого еще коснусь. То есть резюмируя методы, есть неинвазивные методы, среди которых стимуляция с помощью электричества и магнитного поля, и инвазивные методы, которые предполагают уже внедрение либо в сам мозг, либо в нервную систему в целом. Как можно применять эти методы? Вообще может возникнуть такое впечатление, что так как у этих методов достаточно длинная история по меркам науки, то, казалось бы, они уже должны достаточно широко внедряться, но, как выяснилось, на официальных основах разрешены далеко не все методы. Может быть, вопросы доказательности как-то мешают этому? Да, потому что, как мы сейчас как раз коснемся, очень мало систематических исследований, которые позволяют с точностью сказать, что эти методы всегда полезны или всегда назначены к чему-то приводят. Но тут еще другая ситуация. Может быть, то, что эти методы не всегда одобряются, снижает энтузиазм относительно того, чтобы проводить такие исследования. Ну да, это замкнутый круг такой. Да, так часто бывает. Наверное, повезло больше всего транскраниальной магнитной стимуляции, поскольку буквально, ну не каждый месяц, но в достаточно краткие промежутки времени все больше и больше появляется одобрение со стороны FDA. FDA – это организация в штатах Food and Drug Administration. Она занимается управлением по санитарному надзору за медиками. Главный регулирующий орган пищи. И получается, что не только в Америке, но и в мире. Потому что все равняются на него, ориентируются. Да, однозначно. То есть, если что-то FDA approved, значит, можно доверять. Хотя к этому, конечно же, много вопросов может возникать. И что одобрено для лечения с помощью транскраниальной магнитной стимуляции? Это депрессивное расстройство, мигрени, обсессивно-компульсивное расстройство, зависимости и проявление тревоги в депрессии. Ну и также ряд других заболеваний. И тут одобряются специфичные протоколы для каждого заболевания. Потому что при каждом заболевании задействованы различные структуры мозга. Например, при обсессивно-компульсивном расстройстве лучше стимулировать глубинные структуры, там, поясную кору. При депрессии лучше стимулировать поверхность коры, префронтальную и так далее. То есть, тут все очень специфично обозначается. Нельзя просто взять любую ТМС и приложить ко всем пациентам. Также очень важное направление в диагностике. Когда стимулируется моторная кора с помощью магнитного воздействия, в мышечной активности возникает так называемый моторный ответ. То есть, я даже на себе это испытывала, если немножечко постимулировать моторную кору, рука может непроизвольно дернуться, и на соответствующих сенсорах, присоединенных к руке, виден этот ответ. И если этот моторный потенциал не возникает в каких-то случаях, или он какой-то странный, или он заниженный, то это может свидетельствовать о том, что у человека нарушен пирамидальный тракт, который отвечает за координацию движений. Это может быть полезно как в общем при диагностике каких-то моторных нарушений, так и перед операцией и так далее. Аналогично можно смотреть на разницу вот этих моторных ответов при стимуляции моторной коры в голове и при стимуляции спинного мозга. И вот эта разница между этими ответами, она показывает успешность распространения сигналов от мозга к спинному мозгу. И если эта разница достаточно велика, можно судить о том, что кортико-спинальный тракт нарушен, например, какие-то проблемы с аксонами, с проводящими путями. Это тоже хороший маркер диагностический. И важно отметить, что, конечно же, мы воздействуем прежде всего на кору, поскольку это неинвазивная стимуляция. И удивительно, что она эффективна для каких-либо специфичных симптомов той же депрессии. Вот, например, здесь изображены области, которые критичны для проявления симптомов депрессии, как в эмоциональном плане, так и в когнитивном, психомоторном. Почему так происходит? Потому что в префронтальной коре, которая здесь стимулируется, она фиолетом выделена, от нее идут проекции более глубинной структуры мозга. И это позволяет судить о том, что даже если мы вот так поверхностно воздействуем, оно все равно будет задействовать гораздо больший спектр того, что есть в глубине мозга. Но хотя, конечно, здесь сейчас идут исследования, которые пытаются обойти вот эту проекционную историю, поскольку хочется добраться до глубины. Но если мы будем слишком сильно стимулировать, то мы просто весь мозг сожжем по дороге. И поэтому придумывают умные дизайны вот такого воздействия, которые, например, пачками частично в разное время воздействуют на поверхность. И предполагается, что где-то более в глубине вот эти пачки, они как бы соединяются, и там уже более усиленный эффект. Но вот это тоже сейчас в таких экспериментальных разработках, но очень любопытно посмотреть, что дальше с этим будет. Но даже вот если так вот в лоб воздействует на поверхность, все равно должен быть соответствующий эффект, что радует. С электрической стимуляцией тут все гораздо печальнее. Во-первых, FDA вообще ничего не одобрила. Но при этом в рамках других регулирующих систем и одобрено использование этого метода для лечения депрессии в Великобритании, ЕС и Австралии. И ряде других более мелких государств. Есть свидетельства в пользу того, что такой метод TDCS может помогать при тревоге, при посттравматическом стрессовом расстройстве, при нейропатической боли. И также недавно как раз вышел мета-анализ, который показал, что повседневная активность после инсульта, вот если там обеспечивать это с помощью TDCS, там тоже есть некоторые улучшения. Но пока вот рано о чем-либо судить, либо уже достаточно поздно. Тем не менее, вот существу недавно вышел мета-анализ, три года назад, который на большой выборке в 6 тысяч человек сопоставил воздействие многочисленных протоколов стимуляции мозга. Среди них было и электросудожная терапия, и транскраниально-магнитная стимуляция. Вот TBS, это тоже подвид транскраниально-магнитная стимуляция, там просто игра разными частотами. Производится. И другие методы, в частности, вот как раз воздействие электричеством TDCS. И было показано, что в принципе вот в каждой группе этих методов было положительное влияние на симптоматику депрессии. И в электросудорожной терапии, и в ТМС, и даже в TDCS. Но при этом только у магнитной стимуляции были более пониженные показатели отказа от вот этого воздействия. То есть по какой-то причине пациенты продолжали применять этот метод, чтобы лечить депрессию. Авторы не обсуждают причины этого, но просто вот такая выкладка показывает, что не все безнадежно и даже для TDCS. Наконец, Deep Brain Stimulation, глубинная стимуляция, когда у нас электроды уже внутри мозга. Здесь в основном для расстройств моторной системы это полезно. Для расстройств болезни Паркинсона, для эссенциального тремора. Также при ОКР может применяться и при лечении эпилепсии. И что радует, было показано, что даже спустя 15 лет в случае с болезнью Паркинсона, применение Deep Brain Stimulation, оно снижает вот эти непроизвольные движения, оно снижает использование допаминергических медикаментов, повышает уровень жизни и хорошее эмоциональное функционирование. И это изучалось воздействием на специфичную структуру, стриатум, которая как раз связана с базальными ганглями, с которыми возникают проблемы при болезни Паркинсона. То есть тут достаточно позитивный эффект. И мы просто так особо часто не говорим, что некоторые люди носят нейростимуляторы. Вот кардиостимуляторы, мы к ним привыкли, вот нейростимуляторы тоже, мне кажется... А с ними также нельзя проходить через рамку? Да, да, да. Там тоже они регистрируются, то есть все то же самое надо подзаряжать и так далее. Вот, то есть такая же история. Мне очень нравится пример. Недавно был такой кейс-стадий, пациентка страдала от депрессии, ей ничто не помогало, там 20 видов медикаментозного воздействия, не помогала электросудорожная терапия. И решили провести такое исследование глубинными электродами, записывали активность мозга в разных местах и сопоставляли с тем, как проявлялись симптомы депрессии. И обнаружили, что в такой структуре, как амигдала, вот она здесь изображена, высокий коррелят с проявлением депрессии. Потом сделали обратную историю. Разные участки мозга стимулировали. И нашли, что лучше всего отзываются на подавление депрессивных синдромов вентральный стриатум. Это структура, которая связана с системой вознаграждения. И потом сделали просто вот такую закрытую систему, которая, с одной стороны, регистрировала в амигдале, когда вот у нее эта патологическая активность возникнет. И как только в ней возникала она, то начиналась стимуляция стриатума. И симптомы купировались. То есть там даже пациентке не обязательно было осознавать, что с ней что-то случилось. Причем они довольно-таки пространственно разнесены в общем. Да, но там... Они не рядом. Да, вы абсолютно правы. Но, с другой стороны, это все более-менее единая структура, потому что она там лимбическая система, там анатомические связи достаточно. достаточно тесные. То есть это вполне оправданно. И да, и вот эта стимуляция, она была не на высокой интенсивности, а один микроампер всего лишь длилась по 6 секунд. То есть это совсем деликатное воздействие, и это помогло пациентке. Причащая. Да, персонализированная история. Она, мне кажется, будет дальше развиваться. Ну, конечно, там есть свои оговорки. Хочется сделать, чтобы это было одновременно и персонализировано, и помогало... Унифицировано. Да, как раз широкому кругу людей, но вот окей. Очень интересно. Похожая история. Стимуляция для лечения эпилепсии, которая регистрирует в соответствующих областях патологическую активность, которая предшествует припадку эпилептическому приступу и стимулирует релевантные области. И это полезно, потому что, во-первых, эпилепсия – это очень распространенное неврологическое заболевание, и, во-вторых, одна треть пациентов не реагирует на фармологическое воздействие. И тут широко используется вмешательство хирургическое, когда удаляется соответствующая зона. Но тут еще надо эту зону обнаружить. Либо вот стимуляция второй путь, и это, может быть, дает надежду на то, что необязательно резать мозг. Но мне понравилось, что, скажем так, иронично, понравилось, что на сайтах производителей вот таких систем в разделе, где описывается механизм действия, прописано, что мы не знаем, почему это работает, как это действует. Но вот статистика показывает, что действительно в течение месяцев и лет снижается. Ну, слушайте, как действует аспирин тоже сначала? Не знали, это потом выяснили. Но у меня вот вы для масштаба привели здесь карандаш и монетку. У меня субъективное ощущение, что он великоват. Несомненно, великоват. Ну, такая весомая штучка. Да, и тут еще вопрос биосовместимости. То есть это не маленькая вещь, которая зарастет свеженькой тканью. Это большая вещь. Да, я абсолютно с вами согласна. И, конечно же, есть тренд на уменьшение таких, такой аппаратуры, скажем так. И в конце нашего разговора я приведу пример более мелких вариантов. И другие методы. Вот я говорила о стимуляции буждающего нерва спинного мозга и периферической стимуляции нервов. Здесь в основном используются буждающие нервы для эпилепсии и депрессии, а спинной мозг и периферические нервы для купирования хронической боли. И здесь именно идет маскировка, можно так сказать, боли, поскольку пока у нас этот сигнал болевой достигнет мозга, его перебивает, скажем так, электрический импульс и действительно маскируют его. И вместо него либо вообще ничего не может ощущаться, либо легкое покалывание. Ну, это, в принципе, радует. То есть это может не устранять причину боли, но все-таки хоть что-то. Еще одна интересная история, да, она... Новая история такая. С одной стороны, она не совсем новая. Ну, в смысле, новое направление, скажем так. Да, я согласна. Потому что уже давно проводится исследование. Как направление исследования. В контексте России. Тут есть некоторые новости, сейчас я их коснусь. Отчисление протезов. Нам очень важен тактильный фидбэк. Были проведены просто демонстрации, в которых, например, человека просили поднять спичку. Он спокойно ее поднимал, а потом ему вкалывали соответствующие вещества, которые просто не позволяли ему ощущать тактильную... воспринимать тактильную информацию. И он даже это не мог сделать. Если у него вот онемели, так сказать, пальцы. То есть это очень важно. И если человек утрачивает конечность или утрачивает возможность ощущать, то очень важно восстановить эту функцию. И, к счастью, даже при утраченной конечности можно это сделать, стимулируя именно периферические нервы. То есть тут система простая. У нас периферические нервы связаны с самотосенсорной корой в голове. И если протез, который сейчас взаимодействует с какой-либо текстурой, если он получает соответствующий сигнал, повторяющий эту структуру, то этот сигнал может транслироваться на периферические нервы и дальше уже активизировать соответствующие зоны в коре. Ну, это так я говорю, что звучит просто. Но, конечно, это все еще нужно реализовывать. И проводятся успешные эксперименты. Вот недавно на базе Дальневосточного федерального университета компании Моторика из Калтеха были у нас в России проведены эксперименты на двух пациентах. Там была история связана с тем, что им пытались, успешно, собственно, подавили нейропатическую боль. То есть у них отсутствовали конечности, и они испытывали фантомные боли. Им с помощью электрической стимуляции могли подавлять эту боль. Стимулировали именно периферические нервы. И также там были проведены эксперименты по отчислению протезов. И тоже есть некоторые успехи. То есть это все развивается, и посмотрим, как будет дальше. Возникает вопрос. Мы обсудили, что в клинической сфере вроде бы есть некоторая более-менее продемонстрированная эффективность. Но что, если бы мы захотели как-то себя усовершенствовать в нашем нормотипичном виде, так сказать? Хочется отметить, что на самом деле мы... Вот есть такой термон нейроэнхансмент. Он обозначает, что мы что-то делаем для своего мозга, применяем какие-то вещества. Да, то есть мы себя... Повышаем. Да, модифицируем. На самом деле мы этим занимаемся и без каких-либо дополнительных таблеток или стимуляций. То есть мы периодически употребляем кофеин. Кто-то употребляет никотин, кто-то алкоголь. Кто-то медитирует, кто-то занимается спортом. То есть вообще можно сказать, что вот так вот, играя словами, что все что угодно может вносить свой вклад в нейроэнхансмент. И можно извратиться как угодно, чтобы какое-либо вещество... Ну, кто-то музыку слушает, которая его совершенно энхансит. Да, на самом деле вот с музыкой это отдельная история, поскольку... Вот, кстати, это к разговору о том, почему вообще работает стимуляция как таковая. Есть предположение, что нашему мозгу для оптимального функционирования нужна некоторая доля шума. То есть шум, он задает некий резонанс тому сигналу, который без него может не обнаруживаться. То есть чисто накладываясь на него и усиливая. То есть абсолютная тишина, это не очень. Да, да, да. Чисто такая модельная история. И вот, например, у людей с СДВГ, синдромом гиперактивности и дефицита внимания, было показано, что, например, белый шум в ряде случаев помогает им лучше справляться с какими-либо задачами, с задачами фокусировать внимание. И тот факт, что многие из них сидят вот так вот, дрыгают ногой или что-то еще делают параллельно, это тоже вот этот компенсаторный какой-то механизм для мозга. Поэтому тут очень может быть общий какой-то эффект, и может к нейростимуляции тоже относятся. В общем, мы занимаемся нейроэнхансментом постоянно, поэтому если мы добавим в этот арсенал воздействия электричества с магнитным полем, и может быть, это не так уж и непривычно будет в конечном итоге. Я сейчас пробегусь по локальным исследованиям в разных когнитивных доменах, просто чтобы привести примеры того, как вот это может в целом на нас воздействовать, но я вот не буду вставать подчеркивать, что все это требует дополнительных метаанализов, дополнительных проверок, увы, вот не получается как-то увидеть однозначно, что вот это всегда хорошо. Но, с другой стороны, плохо тоже, не было показано, что это прямо ужасно. То есть либо нет эффекта, либо положительный. Вот пример. С памятью людям предлагалось запоминать списки слов, и стимулировалась либо дорсолатеральная префронтальная кора, вот она тут красным отмечена, либо вертекс, то есть центральная часть нашей головы, ближе к макушке. Ну и сравнивались просто два условия. Было показано, что если стимулировалась префронтальная кора, то больше слов воспроизводилось потом. И это все еще сопровождалось подавлением бета-ритма в электроэнцефалографии, что является одним из коррелятов запоминания. Ну, допустим, мы это приняли. Более есть такие вот интересные эксперименты. Предлагалось участникам в виртуальной реальности проходить такую тренировку, которая напоминает, в принципе, тренировку, которую проходят военные. Спецназ. Да, 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 абсолютно. И они смотрели вот на такие сцены и пытались угадать, находится ли в них что-то опасное, и в каком месте, например, за какой-то коробкой может располагаться бомба, и так далее, и так далее. Они пытались это угадывать, и им отправлялся фидбэк, что да, вы правы, либо нет, вы взорвались, и все плохо. Вот они так тренировались, тренировались, и смотрели на ФМРТ, и обнаружили, что с успешным обучением коррелировала активация в правой фронтальной области и других соответствующих областях, и решили их простимулировать, ТДСС, то есть электричество. И было обнаружено, что чем больше, с большей интенсивностью стимулировали, тем больше росла точность при прохождении таких заданий. Ну вот как бы такой сложный дизайн, в принципе, и все равно есть коррелят. Хотя это давно было. Но вот я смотрела специально, там не было каких-то особо сильных репликаций этого эксперимента, но опровержения тоже не было. Недавний эксперимент по поводу восприятия лиц. Тут тоже такой неоднозначный дизайн. Людям предлагалось определять пол лица на таких странных замиксованных изображений. И тут веселье состояло в том, что накладывалось высокочастотное, четкое изображение на низкочастотное, такое размазанное изображение. И в ряде случаев пол низкочастотного лица и высокочастотного лица совпадал, а в ряде случаев не совпадал. Вот там, например, если представлена девушка на изображении, а за ней мужчина низкочастотный, то это может запутать нашу зрительную систему, если предъявлять эти стимулы на периферии нашего зрительного поля. И вот такое принятие зрительного решения как раз оценивалось. Допустим, говорили участнику, выбирайте только женские лица. И вот ему нужно на периферии выбраться одно из двух изображений, как здесь. А вот в условиях наличия этого низкочастотного дистрактора. И было обнаружено, что если стимулировали зрительную кору и еще теменную область, потому что зрительная кора у нас в затылке, она как раз за первичную обработку отвечает. Височная область, она отвечает за распознание образов. Если это стимулировали, то время реакции, время принятия решения, оно снижалось. И возникло предположение, что это просто отражает, что соотношение сигнал-шум в мозге увеличилось за счет того, что простимулировали зрительную кору. То есть тоже можно для чего-то потенциально использовать в нашей повседневной жизни, если кому-то это важно. Воображаемое движение. Вот эта история, она действительно может быть важна, поскольку концепция воображаемого движения используется в интерфейсах мозг-компьютер. То есть мы воображаем движение, у нас изменяется электроносфолография, например, и наш протез или какое-то стороннее устройство начинает двигаться. Силой мысли. Собственно, в идеале хочется, чтобы он двигался очень хорошо и с достаточными степенями свободы. И что смотрели? Стимулировали мозг, моторную кору на разных частотах. 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц и так далее. И смотрели на моторный ответ. Я уже упоминала этот ответ. Это тот ответ, который возникает в мышцах, а также на тот ответ, который возникает еще в мозге в соответствии с этим. И было обнаружено, что при воображаемом движении в любом случае этот ответ более повышен. Но это неудивительно, потому что если мы не представляем движение, то у нас моторная кора не такая отзывчивая. Но когда вычли вот этот вот средний эффект, вот этот скачок, который завязан именно на моторном воображении, то было обнаружено, что стимуляция на специфичных частотах, например, 5 и 10 Гц, они значимо повышали этот вызванный ответ. Вот, например, на 20 Гц значимо понижали. И это очень важно. Получается, что стимуляция на разных частотах может оказывать различное воздействие, и это тоже дает нам достаточно широкий арсенал для того, как это использовать. В целом, если говорить о каких-то более систематических ревью, было обнаружено, что вот уже сто раз упоминаемая префронтальная кора и ее стимуляции связаны со способностью переключаться между задачами, с функциями памяти, а просто фронтальная кора, какая-то ее часть с подавлением ответа. Ну, то есть есть систематические ревью, но часто они подчеркивают, что размер эффекта совсем небольшой. И это связано, может быть, не с самим недостатком метода, а с недостатком того, как проводятся эксперименты, потому что никто не будет оглядываться вот прям на все, что проводилось ранее, и как-то стараться унифицировать парадигму и экспериментальный контроль всего этого. И поэтому вот эти вот различия, они могут осложнять статистическую оценку того, насколько эти методы вообще валидны. важный аспект тоже нейрофидбэк, так называемая когнитивная нейростимуляция, когда мы, например, смотрим на изображение, которое коррелирует с тем, с какой-либо активностью в нашем мозге. И мы пытаемся силой воли это изображение изменить, опосредованно меняя активность нашего мозга, это достаточно уже широко обсуждаемая тема. И было обнаружено, что определенная область в мозге, тоже вот связанная с глубинными структурами, она обуславливает мотивацию и так далее, и так далее. И участников просили, например, представлять какие-либо мотивирующие изображения или образы, чтобы, например, активизировать эту область. Не получалось активизировать эту область. Тогда им предлагали как раз использовать парадигму нейрофидбэка, где изображение, такой столбик, он коррелировал с тем, насколько активна эта область. И они как-то внутренне себя подкручивали, у них действительно эта область активизировалась. И она не просто активизировалась во время такого парадигмы, уже когда потом не было фидбэка, люди могли произвольно как-то внутренне ее активизировать значимо. Если там их немножко обманывали в эксперименте, и вместо активации вот этой области показывали активацию другой области, это не срабатывало. И то же самое было, когда им что-то рандомно предъявляли, независимо от того, как они пытались ее активизировать. То есть вывод такой, что человек может и без всякой нейростимуляции как-то себя внутренне натренировать, чтобы однозначно какую-то одну область активизировать. Сам себя простимулировать? Да, да. То есть это важно иметь в виду. Ну, конечно, с участием нервной системы. Естественно. Как и вся наша жизнь. Да, да. Без нее никак. Мы увидели, что вот есть разный разброс с воздействием нейростимуляции на разные модальности. И вроде бы какие-то из этих примеров выглядят многообещающе, но важно учитывать, что нейростимуляция — это всегда может быть игра с нулевой суммой, поскольку мы можем заинхансить какую-то одну область, а другая область по принципу компенсации и сохранения энергии, она скажет goodbye. И было показано, вот, например, что если стимулировать префронтальную кору, то может улучшаться вербальная рабочая память, но при этом ухудшается пространственная. А если стимулировать стименную кору, то может улучшиться обнаружение стимула вот в том же зрительном поле, в котором стимул предъявляется, но ухудшится вот в противоположном поле. То есть есть такие примеры, и, конечно же, нужно это учитывать. Напрашивается идея о каком-то ресурсе ограниченном. Да, да. Ну, все-таки считается, что мозг — это все-таки закрытая система, хоть он и активно взаимодействует с внешней средой, все-таки ресурс ограничен. Хотя иногда думаю, что там в нем столько всего. Да, да. Еще очень важно учитывать индивидуальные различия. Сейчас не буду сильно углубляться в парадигмы. Просто было показано, что в задаче на оценку социальной фобии успешно справлялись те участники, для которых стимуляция соответствующей области, там, сочетание височной и теменной области оказалось эффективным, то есть улучшило их перформанс. У них изначально была пониженная связанность между важными областями. И у тех, у кого она была изначально высокой, то эффект не был таким выраженным. То есть тоже нужно понимать, что для кого-то это будет просто как... Большое достижение, а для кого-то норма. Да. И вот мы касались нейрофидбэка, когда человек сам тренировал какую-то свою область через опосредованные зрительные стимулы. И возникает вопрос, насколько эффективно сочетать нейростимуляцию с какой-то собственной активной психической тренировкой или же достаточно только нейростимуляцией. И были исследования, которые показывали, что в принципе в некоторых когнитивных задачах совмещение стимуляции соответствующих областей и активной тренировки давало более хорошие результаты. И еще, конечно же, важны генетические особенности, потому что есть свидетельства, что для такого гена, как БДНФ, он отвечает за этот фактор роста нейронов. Да. Если там содержится такой полиморфизм, то эффективность стимуляции моторной коры будет снижена. Это не значит, что с человеком что-то не так. Нет, ну просто это индивидуальное генетическое отличие. Всего лишь такое отличие. Но на самом деле несколько лет назад, на самом деле же получается много лет назад, но все-таки многие подхватили вот эту тему с нейростимуляцией. Я даже помню, как я ходила на пары в бакалавриате, у меня были мои друзья, которые приходили вот с такими полосками на голове со стимуляторами, и говорили, вот мы сейчас как-то стимулируем себя, у нас концентрация повысится. И у них было ощущение, что действительно что-то повысилось. И проводился опрос среди тех, кто использует нейростимуляторы на основе электрической стимуляции, потому что магнитную мы себе там особо не сделаем, но можно из подручных материалов сделать себе электрическую стимуляцию. Есть даже видео на YouTube, которые учат это делать, я никому не советую это делать. Ну хотя, с другой стороны, там настолько небольшое воздействие, что может каких-то последствий не будет, но тем не менее. Проводились опросы среди тех, кто использует стимуляторы дома. И выяснилось, что там большая часть были молодые люди, да, мужчины, 94% мужчин. И мотив использования был именно когнитивный энхансмент для внимания, для обучения, для рабочей памяти и так далее. И только потом уже шли медицинские показания, депрессия, ДВГ и так далее. И, с одной стороны, это какой-то завышенный оптимизм, а может быть в этом есть какое-то глубокое отчаяние. Ну, мальчики хотят быть лучше всех, ну это известно. Ну, я не знаю, но я думаю, что у женщин тоже есть свои амбиции. Вот, может быть, у мужчин склонность к риску больше, хотя я не ручаюсь, как бы не читала соответствующие исследования. Но это, с одной стороны, оптимизм, а с другой стороны, в этом есть какое-то, может быть, глубокое отчаяние, потому что если там было попробовано что-то другое, или там не хватило сил на психотерапию, если есть какие-то внутренние проблемы... Ну, может быть, этот путь кажется более коротким и простым? Ну, страшновато как-то. Ну, страшновато, согласно, согласно, да. А может, наоборот, весело звучит. Ну, в общем, я к тому, что вот такая статистика была на 2015-го года. Сейчас, скорее всего, уже нет такого тренда, и это радует. Но, возможно, будет риск, что из-за падения доверия к таким методам, уже когда они станут более универсальными, когда действительно можно будет что-то в себе оптимизировать на более широком уровне, может быть, тогда будет сложнее убедить людей в том, что это действительно стоит и делать. Ну, как бы сейчас вот с отношением к медицине все сложно. Касаясь перспектив и будущего, скорее всего, будут создаваться более точечные методы, хотя, с другой стороны, нужны ли нам более точечные методы? Потому что, например, если мы воздействуем совсем вот прям на один нейрон, это не значит, что это изменит погоду в мозге. Конечно. Поскольку нужно кластер побольше, но если у вас действует на слишком большой кластер, то там не будет специфичности эффектов. В общем, нужно какой-то... Кстати, новое слово появилось – соногенетика. Буквально вот-вот совсем новое. Это с помощью ультразвука. Да, вот как раз следующий слайд будет про ультразвук, так что вы предвосхищаете как раз то, о чем... Я буквально на днях прочитала свежую статью. Да, 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 это сейчас очень такое направление. В общем, есть такая вот, можно сказать, триада оптогенетика, термогенетика, теперь еще соногенетика. В оптогенетике в нейрон внедряются ионные каналы, которые называются апсины. Они реагируют на свет. Потом к нейрону подводится диод, который воздействует на него светом, и нейрон... Ну, генетика, потому что генопсина включается, вот и все. Много испытаний на животных. До того, как мы дойдем до стимуляции людей, еще много воды утечет. Хотя есть некоторые исследования в плане внедрения апсинов в сетчатку глаза для восстановления зрения. Но это не так весело звучит, как вот именно непосредственно на рестимуляции. Потому что, ну, нет, сетчатка там тоже есть, ну, связь с нейронами, но тем не менее. Но, кто знает, может быть, вот будет оптогенетическое воздействие. С термогенетикой то же самое, только там реакция идет на декоратуру. И, в принципе, можно еще предположить, даже не в рамках термогенетики, что термическая, в общем, радиочастотная абляция или другие методы, они вызывают термический эффект более глобальный и тоже могут модулировать действия нейронов. Ну, это такие фантазии уже. А вот ультразвук упоминаемый. Да, здесь представлено воздействие на мозг обезьяны, на глубинную структуру, амигдалу и поясную кору. И эффект был достаточно локализованным. То есть он не просто куда-то разлился, а вот до распространения сигнала шло точно. И, возможно, в этом есть что-то многообещающее. Тем более, если мы все-таки не хотим сжигать мозг и не хотим травмировать электричеством и магнитным полем, возможно, этот путь будет каким-то многообещающим. Вот имплант для стимуляции зрительной коры – это интересная история. Да, и очень бурно развивается. Да, потому что здесь мы пытаемся обойти зрительный путь. Непосредственно мы сразу внедряем соответствующий чип в кору. И сигнал, например, от специальных очков, которые регистрируют изображение, они просто активизируют вот этот массив стимуляторов, вызывая соответствующую реакцию зрительной кореи. И даже там, если у человека полностью потеряно зрение, у него могут возникать фосфены. Это такие вот зрительные ощущения, как блики или мерцания. Кстати, фосфены могут возникать от ТМС. Это тоже отдельная тема. То есть тоже как вариант применения стимуляции, более такой уже локальный. То, что сейчас интересно в контексте всех проблем с эпидемиями, которые мы переживаем, нейроиммунология тоже, я думаю, даст еще о себе знать. Недавно у крыс специально вызывали инфекцию в ЖКТ, в пищеварительной системе. И обнаружили, что в такой специальной структуре мозга, которая называется инсула, у людей она тоже есть. Это вообще интересная структура, она много за что отвечает. В частности, она предположительно отвечает за построение карты тела, как будто бы у нее там все сигналы тела как-то объединяются. Ну, вообще загадочная структура, мне кажется, она еще много о себе даст знать. И вот она активизировалась, потом инфекция проходила, и если эту область стимулировали, инфекция возобновлялась. То есть мозги как будто бы содержалась память о прошлой инфекции. Ну, с одной стороны, это не такая новая история, потому что, например, тех же грызунов им вызывали, насколько я помню, тоже вызывали нечто похожее на инфекцию, давая им параллельно сахарин. И потом, когда им просто давали сахарин, уже ничего не вызывали. Здесь скорее не инфекция возвращалась, а какой-то ответ уже иммунной системы возвращался. Не сами инфекционные агенты, потому что здесь и я, а память о них иммунологическая. То есть иммунная система... Будь то антитела, B-клетки или B-клетки, они как бы просыпались. Я как раз к этому хотела подвести. Спасибо, что подчеркнули это, потому что ни в коем случае не сама инфекция. Да, да. И потом, если подавить активность инсулярной коры, уже когда признаки наличия инфекции возобновлялись, то там они оккупировались. То есть в теории можно использовать нейростимуляцию как нечто, что запускает нашу иммунную активность тоже. И вот кто знает, чем это обернется. Наконец, вы как раз справедливо заметили, что многие аппараты для нейростимуляции, которые внедряются в мозг, они большие. И вообще, как я уже сказала, проблема биосовместимости, необходимость их внедрять в мозг, риск инфицирования, риск ненужной травматизации мозга, все это не очень хорошо. Но, к счастью, есть такая структура, как стентрот. Это вот такой небольшой массив сенсоров. Проволочка такая. Да, он буквально несколько сантиметров в длину и 4 миллиметра в ширину. Его запускают в кровяное русло близко к той области, на которую нужно воздействовать или с которой нужно сознать сигнал. И находясь уже в сосуде кровяном, над областью в мозге, этот массив разворачивается и как бы прикрепляется к кровеносному сосуду. И, во-первых, его можно использовать не только для стимуляции, а для регистрации активности мозга. И вот на пациентах, у которых нарушены моторные функции, было показано, что регистрация активности через этот стендрот позволяла влиять на интерфейс мозг-компьютера. Они могли управлять компьютером и так далее. Вот чисто за счет... А просто любопытный. Какой металл? Не знаете? Боюсь ошибиться. Там разные. Разные. Разные есть. Да, просто нет одного. Там абсолютно нет никакой воспалительной активности, никакого отторжения. Это проверялось дополнительно. И вот на мозге овцы было показано, что стимуляция, именно не просто записи активности, а стимуляция моторной коры, она вызывала движения в лицевых мышцах, челюсти и так далее. То есть все это можно использовать в дальнейшем и с привлечением людей и пациентов. Если говорить о каких-то более заземленных показателях, то очень распространена стимуляция глубинная, deep brain stimulation, например, здесь на момент 2018 года. И, конечно же, все, что связано с стимуляцией периферических нервов из спинного мозга, это более распространено на рынке, чем стимуляция мозга, потому что это менее опасно и более понятно, как это все действует. Не знаю, стоит ли ожидать в ближайшие годы какой-то скачок рыночный относительно стимуляции мозговой активности. Может быть, потому что на это нет запроса именно для когнитивного энхансмента. Это все-таки клиническая история. Но это не умаляет энтузиазмам. Я вот начала с того, нашу программу, нашу беседу, с того, что страховые компании стали включать. Страховые, они никогда не включат в свои программы то, что неэффективно. Конечно. Я не знаю, какие именно варианты терапии, но они никогда не будут браться за то, что неэффективно. Это риски просто, серьезный рыночный риск. Но разве что Deep Brain Stimulation показывает свою эффективность. Хотя, опять же, тут много вопросов, почему она работает и почему на таком широком спектре расстройств. Ну и заключая, просто хотелось бы подчеркнуть, что, конечно же, много предвосхищения относительно того, как с технологической точки зрения это все будет развиваться. Но, несомненно, это история про параллельное сужение нашего незнания, потому что мы не до конца понимаем, как работает мозг. Мы не до конца понимаем, как на мозг воздействует стимуляция. Но мы имеем некий продукт пассивный, который помогает нам, по крайней мере, в медицине. Будет ли он помогать нам в целом, независимо от медицинских показателей, это вопрос. Но у меня есть глубокое убеждение, ощущение, что когда-то наличие даже небольшого нейростимулятора где-то в нашей Корее, это будет просто новой нормой. И лично я готова принять эту норму. И мне любопытно, что будет дальше. Спасибо большое, Дарья. Но мы пока еще не прощаемся. Я хочу вас спросить, коротко так вот обозначьте, это не про науку. Если совсем коротко вопрос звучит так, как вы все успеваете? Потому что нет, я ознакомилась с вашим резюме, с вашей деятельностью. У вас действительно такая... То есть у вас есть какой-то секрет личного тайминга? Мне недавно попалась на глаза статья, которую вы подали на конкурс, просто я оказалась в жюри, смотрю, о, знакомые имя, фамилия. То есть еще и писать научно-популярные тексты, отправлять их на конкурс. Работать в высшей школе экономики, работать в Сколково, вы ездите в Сколтех, да? Ну, понятно, что руководитель научный один и тот же, Михаил Альбертович Лебедев, который был гостем нашей программы недавно. Как это можно все вообще охватить одному? Вы самый молодой из гостей моей программы, это ни для кого не секрет, пока что. На сегодняшний день, я не знаю, может быть, будут и моложе люди. Вы из Петербурга. Я к тому, что мама супчик вам не варит. Вы сами должны вот все-все-все успевать. Как это получается? Это хороший вопрос, касающийся в целом индивидуальной эффективности, того, что мы ее считаем. Я на самом деле интересуюсь темой продуктивности, и мне всегда было интересно… Я попала в то, что… Экспериментировать с тем, какие стратегии мне помогают, какие нет. Но я просто поняла для себя, что в целом у нас есть три ресурса. Вообще, в принципе, психологи продуктивности так выделяют. Это время, это энергия и это внимание. И, в принципе, считается, что все нацелено на тайм-менеджмент, то есть на то, как мы управляем своим временем. Но для себя я поняла, что мне лучше помогает, если я как-то оптимизирую направление своего внимания. Внимание. А свое внимание я могу оптимально направлять только на то, что мне по-настоящему интересно. Не размениваться по пустякам. И поскольку наука и популяризация, и те другие вещи, которыми я занимаюсь, они по-настоящему мне интересны уже в течение многих лет, я думаю, что в этом секрет эффективности. Но я думаю, что мне еще можно себя как-то совершенствовать в этом плане. А какие хобби у вас есть? Ну, как легко можно. Как легко можно. Не может быть наука хобби, потому что, если человеку это очень интересно, это вполне по графе хобби может пройти. Как легко можно было бы догадаться, я люблю писать. Да. Я пишу художественные тексты и поэзию. Я думаю, что я планирую дальше. А вы где-то публикуете это? Да, у меня несколько лет назад, еще на заре моего бакалаврства, вышел сборник стихов. Но под псевдонимом или под моим? Нет, под моим. Я считаю, что я должна нести ответственность за то, что я пишу. И иногда в некоторых локальных изданиях тоже появляются мои тексты. Я планирую над этим дальше работать, потому что мне это очень важно. Среди других хобби, я заканчивала музыкальную школу при консерватории в Петербурге. Какой инструмент? Фортепиано. Это со мной до сих пор остается. У нас в лаборатории, в центре биоэлектрических интерфейсов, есть фортепиано. И периодически иногда позволяю себе этим заниматься. Мне интересно, в принципе, все. Я пробую себя в разных вещах. А то, что не интересно, то не пробую. Ну, логично. Спасибо большое, Дарья. Я надеюсь, что не в последний раз вы в этой студии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.